всем дарова мистер рейсер микрофона сейчас вы смотрите новое видео и вы такие наверное думаете судя по названию какое шоу я мог придумать я так вам скажу я придумал свое шоу я его нигде не 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 придумал ну я не видел нигде я сам придумал сразу говорю суть шоу как будто мы находимся в в реальной мере реальном мире и живем в определенной стране и мы можем ну покупать допустим такие же машины но только я придумал так у нас же ну есть машины но я решил так как будто мы в реальной жизни то есть у нас есть свои деньги мы можем гонять и зарабатывать бабки таким образом мы можем перебираться в другие страны имея бабло покупать там другие машины и так далее ну так как сейчас у нас новой осень а четверг но четверг но или зима наступит уже очень скоро я думаю что мы начнем сейчас с швеции счется довольно северная страна сейчас допустим только какой-нибудь октябрь сентябрь когда снег еще не выпал вот ну и наша задача сейчас подобрать какую-нибудь шведскую тачку себе давайте посмотрим фильтр а мы конечно можем был машину взять но не хочу был потому что понимаете условия такие влажности это тем более мы наверняка канди вольвешник будем брать ну достаточно древний но отберем швеция машине так много да ну конечно тут мы видим все машины и понимаем у нас есть сейчас бюджет в 40 тысяч давайте так начнем бюджет не давайте столько бюджет 30 тысяч 30 тысяч ну 800 тысяч не по карману вольвешник за 45 не так кенгзик я не смотрю тут опять кенгзики этот полстар 62 но у нас тут столько 850 р 99 97 года давайте его купим то есть какая-то ржавая раскраска допустим его ржан купили на понимать таких машин сейчас чистых не найти ну реально если если так подумать ну реально машин не ржавых ну я думаю мало учесть количество машин которые всего было ну это понимаете такое себе занятие уже вот прошло чуть больше чем 20 лет 22 года этой машине вот мы ее покупаем и засекаем бюджет который мы считаем за наш 0 засекаем бюджет я его сейчас себе запишу вот раскраска и был такую ржавенькую дать посмотрим под капот тут у нас видимо рядная шестерка или чё 20 вал в это значит ну за стеклопанный ну это получается ну не знаю даже посмотрим на фары ну нормально свет но вот сядем на я не знаю на задней стены задней стены задней ряд что ли ну так папа по простору но нормально место есть все-таки если честь что это такой седан знаете для поездок городских больше багажник видно огромный но это понятно это любой универсал раскраска прикольная но у нас есть так зачисляем у нас есть 4 ляма 539 тысяч 840 ну и вычитаем из них 5000 которые у нас есть сейчас то есть у нас получается 4 ляма 534 тысячи 4 ляма 534 тысячи 840 монет копеек я написал вот это 0 то есть вот такое количество бабла это наш 0 ну теперь давайте поездим на ней я буду на ручной коробке катать на всякий случай ну понятно видите да погоду я пока не буду наваливать чтобы интерес оставить ну салон нормальный ну как какой-нибудь восьмерки особенно тахометр так лана тапок в пол ну нет но едет она нормально если посмотреть сколько мощности тем более ющи турбина ну вот 180 киловатт понимаете это достаточно много для такой машины так ладно давайте найдем какую-нибудь гоночку поблизости сейчас подойти остановимся так нет нигде место где остановиться ладно это на обочине так давайте посмотрим какую-нибудь гоночку но не то можно дрэк грейс конечно я чувствую что мы на ней расшатаемся так ну какой-нибудь типа вот такую погнали даже тут реально достаточно гоночка то есть наша задача сейчас погонять и мы получим бабла с помощью бабла мы накупим новую машину это первый вариант второе мы сможем уехать с со швеции что творит этот мерин просто вот водители намеренных это просто самые подбит фуф блин футсваген я уже спрос ну повреждение как вы видите да нам повредили но это спасибо тому а а как его мерину а ее нет не надо что что по ботам полегче отойдет штырева ну прибор коррели как восьмерки знаете все напоминает русскую машину а не наоборот я представил восьмерка напоминает вольвешник 850 р так ну мы сейчас вот доезжаем до гоночки катаем как вот еще один вольвешник так ну жак аккуратно этих обижать ботов и не ботов даже трафик так микрофрезы сорян но я вот по ощущению могу сказать она реально едет для 25000 она реально едет но она реально валит если так посмотреть реально вот сто восемьдесят километров на эти так опере главы не ушататься я понимаю что сложно выдумать что я буду супер им соревноваться так ну мы приехали давать одиночную игру ну давайте то шоссей на осень своем вольвешники давайте посмотрим характеристики 300 ньютон-метров 100 180 киловатт но если лошадиные силы перевести это 270 лошадиных сил вес ну чуть меньше полторы тонны фронтальная нагрузка 60 процентов то есть зад легкий ну поэтому она особо дрифтить не будет но еще передний привод это понятно и 2 и 3 литра движок ну для двух и это понятно почему такая мощность турбина все-таки номер грабили британ каша текстурки такие чутка размытый ну в плане я имею ввиду я вас краски так ладно погнали тут еще вольвешники м3 мерин evolution так а это им 5 5 не обгоняй пожалуйста меня вот м3 справа ну надеюсь что мы не проиграем все ладно погнали удачи нам ну пока я вижу да мы не валим в тапок в пол вообще как не обгоняем всех я валю в тапок в пол так тут аккуратно нужно тормозить аккуратно abs у него очень плохо работает ну да извините за ушатание ну чё-чё-чё поделать у нас там это мерин поджимает сзади да блин тупая форза реально вот одна из самых таких не оптимизированных и чувствительных фоновым задачам играх это и есть форзу вот реально я больше другой игры не видел которая вот от фоновую задачи просто просто бывает нужно перегрузить компьютер это станет лучше и вот это реально не не очень кривой порт вот что нужно успеть оптимизация хорошая все это все как на эти фрезе они меня додалывают так ну мы пока держимся в первой половине так осторожно осторожно сорян чувак сорян вольвешник ой я его шатал тихо тормозим блин что мы бэха творит мерин остался главное ему под бок не попадать 230 я то у нас ушатают просто так там две матрешки мы будем этих матрешками так понятно то категория 90-х конечно что они забыли в швеции я не понимаю понятно вольвешник но они видимо с ну и все-таки 6 рядом с европой извините ушатываюсь в связь рядом с европой но все-таки не понимаю импорт достаточно дорого будет стоить но видимо у них просто денег много и они все заморочится судя по ассортименту знаете я не могу сказать что здесь супер машины кенигсик этих тихо тихо . не надо так нормально 180 чешем вполне 41 фаренгейт на улице но достаточно тепло где-то как 10 градусов так царапаюсь от 3 лица так так вот тут ответственный момент валим 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 и мы по мощности я думаю проигрываем так идет два с половиной литровый лежок и мы его просто на повороте уделали нормально если что пишите в комментариях какие какой вы хотите уровень сложите что я поставил потому что так ну достаточно много паблишко будут давать ну это как не интересно давайте вы еще мне придумаете насколько мне нужно умножать ну или делить цену от гонки чтобы доход был равноценный потому что делает тут за гонку дают по 20 тысяч вот сейчас дадут и 20 тысяч ну понимаете я бы две гонки я скопал я уже могу вольвешник полноприводный v60 купить я поэтому думаю второй вариант какой сделать либо ввести ограничение по времени будто мы сейчас живем в 97 году но тогда страны ну страны мы можем использовать страны но я думаю да я думаю можно использовать по годам допустим каждая серия прибавляет погоду то есть начнем допустим 97 вот так 20 серий запишем и уже будет 2018 2019 я считаю что так отлично то есть страна плюс еще дата ну реально вот тут есть интерес я думаю надо сделать так страну и дату и еще скажите насколько мне умножать мой выигрыш умножать я имею ввиду можно умножить на 0,5 ну то есть делить на 2 лучше пишите сколько делить но вот смотрите мы выиграли вот 21000 я не вижу смысла в таком выигрыше поэтому я думаю что нужно умножать на на ну наполовину ну на 05 где-то ну то есть чтобы давала по 10000 или что типа того я даже думал может быть делить на 3 то есть давал чтобы давали мне по 7000 так ладно мы скатали одну гоночку теперь можно поехать в город против ботов скатать ну против гонщиков давайте просто поездим найдет гонщик найдем гонщиков так нужно аккуратно шлифовка идет конечно так но по львешника конечно думала с не посоветоваться нормас она реально шлифует немного на старте но в этом и прикол так вот наши боты еще один вольвешник так я не буду слишком топить давайте смотрим он класс c 544 мат вот как его зовут так ну тут конечно можно срезать значит не хочу да конечно вот так как как мне предлагает хорошей траектории ехать я мне не получится потому что все таки встречка и как-то нарушать правила ой я зачем заднюю включу подключу что мы сольемся у меня там эти лучше не будем по встречке лишний раз катать короче я думаю да время ввести кольку колька розыгрыш ну точнее выигрыш нужно уменьшать потому что ну так реально не годится ну еще плюс советуйте в какую страну страну мы в следующую поедем то есть можно не ближайшую а просто какую страну выбрать да и все просто минус будет побольше бабок накопить но так заодно будет поинтересно так упс да тихо 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 ты видели этот тупой вольвешник у меня просто предал ну да проигран да я понял ладно давайте крышья я ничего не говорю но вот это мужикаешь попробовать ладно не надо дрифт ну на снегу да и на на бездорожье как-то не на есть поехали вот в этот домик просто туда поселимся посмотрим она был рынке может быть мы найдем какой-то вольвешник он давайте я пока возьму и буду делить на два розыгрыш выигрыш все оговариваюсь выигрыш буду делить на 2 и а и получается у нас сейчас есть 15000 у нас есть 15 тысяч и полный роман так дать какой нужен подробный такой энергичный я думаю конечно можно по наваливать я сдох ладно ага ну бывает по наваливать но я прям и шатался водительской дверью прям в колонну короче вот ты что творишь что вы творите два тупых вольвешника хорошо да они все пытаются что-то у петрушки так пол . вольвы для у петрушников перекладочка мало не удалось поед на передней приводе так я лучше объеду сорян сорян чуваки я побеги к вам так ну в отсечку долбимся понятно почему так ну давайте вы здесь наваливаем на масс так переключаем наш так опасно на холме обгонять так осторожно осторожно так лужа сейчас нас разнесет и теряем а по планированию все нормас а по планированию особого не было на смешатала так нормас прям днк оставили так ну короче едем в домик смотрим на был рынке вольвешник который подороже был помните за 40 тысяч смотрим сколько он стоит на был продавать вот кстати по поводу продажи машин будем ли мы продавать машину ну то есть или будем копить и ищет ну считается за продажу не будем ну то есть допустим купили мы на и конечно понимаю это когда мы дойдем до бугатти нам нужно будет просто допустим ламборджини нам нужно будет просто очень долго копать и тогда нет смысла поэтому я думаю просто нужно продавать машину но продавать я ее буду за цену где-то половинную от того за сколько мы купили мне дать не половину 70 процентов то есть я буду умножать на 70 процентов ну машину которую мы продаем так все я написал себе так давайте посмотрим аукционный зал поиск машин но берем так дополнительно страт есть да давайте швецию сразу возьмем индия кстати я угораю в индика нам поедем вы сразу поймете на что там будет так кионе где понятно пол старт кстати продаются за 34 тысячи ну вот минута мы конечно можем купить они конечно дешево стоит что-то знаете такое подорожно чтоб реалистичный ладно короче я понял давайте знаете что протюнем протюни машину и на этом сегодняшнюю серию мы закончим так у нас есть 15000 15000 значит 15000 что у нас траблы траблы у нас немножечко зацепом есть так ну я думаю ну вот давать за 2000 получается уже 2000 у нас есть катки катки давайте какие-то на стиле сделаем какие-нибудь за знаете такие ну вот чё типа того они прикольно выглядят на давайте их возьмем так уже 5 500 диаметр не будем менять так чё по аэродинамике ну вот есть типа передний бампер для гоночных для уличных гонок но он выглядит как-то жирно так что снять антикрылла ну тут спойлер понял так каши можно снять спойлер а так шины я уже был давайте посмотрим пока рабацу сколько стоит 750 нам это 0 3 секунды с бага это сколько коробка стоит 1600 но она особо ничего не добавляет так лан давайте подвеску занизим вот такую 2000 тормоза тормоза ну давайте сразу нормальный купим так рулежку рулежку он давать 1250 1250 нас 12000 каркас сколько стоит не на каркас как-то особо не хочется сброс массы он добавляет нам нет давайте чип тюнинга сделаем то есть немножечко топливную систему нет топливную систему дороговато зажигание но за 2000 короче и у нас сейчас что-то на тысячу ну дайте поршни купим короче у нас сейчас 0 денег а ну ладно не 0 50 на наконец первой серии я буду помечать чтобы не забыть масса масса уменьшилась на ну на 30 на 20 килограмм я должна меньше на 14 и на на 16 киловатт добавилась 15 штук и боковая перегрузка увеличилась на две десятых рейтинг у нас стал 614 мы перешли в класс б но с одной стороны это хорошо а с другой плохо потому что на сейчас будут новые соперники но понимаете так ну давайте тест сделаем наши катки наши пушки гонки папа пушка выше что пишите сколько вы хотите чтобы я снимал серии кстати может турбина в следующий раз прокачать она дешево стоит так ну давайте здесь день тапок протестим полный газ сейчас за за тестим так на масс где по прямой бы мне найти давайте вот тут вот принципе нормальная прямая если что смогу протестировать ну не знаю короче я не считал кто напишет сколько я разгонялся секунд в комментах вообще огромное вам спасибо так а давайте теперь запаркуемся где-нибудь в озере ладно я пошутил ну наша пушка гонка выглядит прикольно ну согласитесь давайте я даже сфотку реально выглядит пушечная гоночно так скорость затвора давайте повысим ну типа такая фоточка реально выглядит прикольно увидите цветокоррекция все нормально это я я пацан под свои пацан на свои обои короче делаю фотки ну и типа таких у меня тут много фото короче забейте можете посмотреть вы наверняка поставите на паузу и посмотрите так ладно и теперь давайте посмотрим сколько она разгоняется достойка камня максималка через параметры тюня чек в тюнячек как сразу пишется сколько он мы разберемся до сотки так машины тюнинг вот смотрим практически 7 секунд 6 и 9 ровно так давайте опять передел вдруг он нам покажет другую числе нормально 17 и 3 до 160 километров ну нормально нормально 17 секунд не так уж и плохо максималка 260 вы представляете машины за 25000 валит 260 километров тормозной путь 47 метров ну такой средненькая боковые перегрузки передачи понятно давайте посмотрим так у меня тут есть наверно это что дифференциал а где тут вот клиренс давайте у нить им клиренс просто да неприлично низкого использовать да просто давайте посмотрим как она выглядит вы увидите да просто чиркает пузиком вот что могу сказать ну вот такая у нас была первая серия в эти трубы турболаг послушаем ну вообще турболаг называется а я забыл как называется ну короче всем спасибо кто смотрел сегодняшнюю серию оцените пожалуйста лайком потому что это новый формат я уверен мне он нравится если вы поддержите я буду снимать с огромным удовольствием у у нас сейчас вот осень скоро будет зима и мы будем наваливать на нашем зимнем вольвешники я уверяю я куплю новую тачку под проект реально будем устраивать как бы фанаты булкина поддержат я буду устраивать частично жизнь булкина короче если бы он был бы был бы в швеции чтобы если булкин был бы в швеции ладно все всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях какой вы хотите множитель на количество денег после выигранной гонки и сколько мне продавать машины с вами был канал мистер рейсер всем удачи всем здоровья до свидания